Мир вам, дорогие подписчики, зрители и слушатели! В эфире передача «Духовный хлеб» и в рамках нашего медиа-служения мы продолжаем в формате коротких назиданий освещать актуальные и жизненно важные темы. В последних выпусках нашей программы мы разбирали учение Иисуса Христа, то учение, о котором Он говорил на горной проповеди. Это чудесное и совершенное учение, в котором есть абсолютно всё для счастливой и полноценной жизни на земле. Более того, это прекрасная инструкция для любой ситуации, которая может произойти с нами в нашей жизни. В своём учении Иисус говорит и о молитве, о том, как мы должны молиться и кому мы должны молиться. Думаю, это достаточно актуальная и важная тема и на сегодняшний день. Почти все из нас, наверное, когда-либо молились. Кто-то делает это регулярно, но не факт, что делают это правильно. Есть люди, которые не молятся, потому что они не знают, как молиться, или думают, что для того, чтобы молиться, нужно выучить какую-то молитву наизусть, или знать их несколько, и только тогда можно обращаться к Богу. Встречался я и с такими людьми, которые не молились, потому что просто не хотели отвлекать Бога. Они говорят, Он и так всё знает, для чего я буду ему что-то говорить и отвлекать его. На самом деле мы можем столкнуться и с другими различными странностями и недопониманиями в этой сфере, если проведем небольшой опрос. Что же такое молитва? Почему нам нужно молиться? И вообще нужно ли нам молиться? И если нужно молиться, то как мы должны молиться и кому молиться? Ведь здесь тоже всё не ясно. Некоторые люди молятся якобы посредникам, предполагая, что напрямую к Богу мы, грешные люди, прийти просто не можем. И мы нуждаемся в посредниках. Кто-то молится Деве Марии, кто-то молится Святому Петру, Иоанну и другим личностям. Кто-то молится Иисусу Христу. Некоторые люди спорят о том, как это нужно вообще делать, как складывать руки, сидя ли, стоя ли. Нужно ли опускаться на колени, склоняться на колени или же падать ниц. На все эти вопросы мы постараемся сегодня с Божьей помощью найти ответ. Друзья, если у кого-то из вас при просмотре возникнут ещё какие-либо вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Мы будем рады ответить на них, поразмышлять вместе об этом, помолиться и с Божьей помощью найти ответ. Медиаслужение «Живое слово» представляет программу «Духовный хлеб». Размышляя над этой темой и немного копаясь в литературе различной по этому поводу, я нашёл такие два очень интересные, на мой взгляд, изречения. Молитва – есть первый дар Божий, через который приобретаются и все остальные дары. И второе изречение. Молитва – есть путь восхождения к Богу, и её степени, суть степени приближения нашего Духа к Богу. Сегодня мы не будем слишком глубоко вникать в этот вопрос, потому что я думаю, что если человек достиг того уровня, когда он спрашивает себя, «Правильно я молюсь?», начинает говорить, возможно, об этом с Богом, просит научить его правильно молиться, как когда-то ученики Иисуса Христа просили его научить их молиться, так как Иоанн Креститель уже был научен молиться своих учеников, мы об этом можем прочитать в Священном Писании. Так вот, когда человек, я думаю, хочет правильно молиться, начинает об этом размышлять, в Священном Писании он может на самом деле найти достаточно много ответов. И не обязательно пользоваться какой-то другой литературой. Она есть, её очень много, но в каждой из них вы найдёте мнение автора. Я сегодня хотел бы поговорить о молитве только с точки зрения Писания, то, о чём говорит нам Писание. Итак, вопрос первый. Кому мы должны молиться? И, к счастью, Иисус Христос ответил, кому и как мы должны молиться. Об этом мы можем прочитать в Священном Писании в Евангелии от Матфея в 6 главе. Иисус, продолжая учить народ, говорит, «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». И далее Иисус Христос говорит известнейшую молитву, о которой известно во всём мире, о которой молятся, наверное, практически в каждом народе, по крайней мере, те, кто хочет это делать. Это молитва «Отче наш». Думаю, что многие из нас знают её наизусть. И это прекрасно. Молитесь же так, в девятом стихе написано. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». И далее в 14-м стихе, в 14-м и 15-м стихе, мы можем прочитать о том важнейшем правиле, которое мы должны соблюдать во время молитвы. и то, чего мы должны придерживаться. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Если мы внимательно еще раз прочитаем текст, мы увидим, что Иисус обращается к Отцу. Он учит обращаться нас именно к Отцу. Но прежде всего этого мы должны понимать. Когда мы просим у Бога прощения, а мы просим, потому что мы нуждаемся в Его прощении, мы должны понимать, что мы прежде всего должны простить того, кто обидел нас, и примириться с тем, кого обидели мы. Это правило молитвы. Без этого правила Господь Бог нас не простит. Об этом сказал Иисус Христос. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться. Так делали они, чтобы их видели, чтобы их почитали, прославляли. И они собирали уже свою награду здесь, на земле. Иисус говорит, что так мы не делали. Молиться нужно тайно в комнате, закрыв за собой дверь. И затворив дверь твою, в 6 стихе написано, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явное. Итак, мы попробуем ответить на самые важные вопросы. Кому молиться? В Священном Писании неоднократно мы можем встретить, как Иисус призывает молиться Отцу во имя Мое, говорит Иисус Христос. Молиться нужно Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Как молиться? Как долго молиться? Основываясь на том тексте, который мы прочитали, 6 глава Матфея, мы видим, что здесь написано, не уподобляйтесь им, то есть тем, кто в многословии думает быть услышанным. В 7 стихе написано, «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышания». И Иисус предлагает достаточно короткую молитву, сжатую молитву, но в которой абсолютно все. Размышляя теперь об этой теме, мы можем прийти к выводу, что если Господь Бог действительно знает все, о чем мы помышляем, о чем только хотим сказать, и да, мы можем в принципе прийти к выводу, что, наверное, зачем тогда молиться, да? Но молиться нужно. Молитва — это связь с Богом, это разговор сына с отцом, дочери с отцом. Поэтому это важно. Сколько молиться, как часто, я думаю, это уже уровень духовного состояния человека лично. Поэтому, если мы посмотрим на Даниила, на библейского персонажа, такого, да, яркого мужа Божия, мы увидим, что у него была такая добрая привычка молиться три раза в день. Думая немножко глубже о молитве, я понимаю, что молитва — это связь с Богом. И в принципе, хорошо, когда эта связь, она проявляется и не прерывается на протяжении всего дня. Я думаю, это прекрасно, когда человек достиг такого состояния, когда он может жить в молитве, жить в общении с Богом. По поводу того, как нужно молиться, как нужно совершать молитву, стоя ли, сидя ли, на коленях ли, или ниц нужно падать, руки как складывать, или же, возможно, просто возносить их к небу. Мы тоже можем об этом, о всем прочитать в Писании. Мы можем просто увидеть, что все мужи веры, о которых сказано в Писании, в принципе, возносили руки к небу. Поэтому каждый, я думаю, здесь решает сам для себя, как он должен складывать руки, как он должен выглядеть на молитве. Друзья, я думаю, на несколько главных вопросов мы все же нашли ответ. И это прекрасно. Во-первых, мы должны понимать, что молитва – это связь с Богом. Это путь восхождения к Богу. И это очень важно. Во-вторых, молиться мы должны Богу Отцу, во имя Иисуса Христа. Не каким-то посредником, а Богу Отцу, во имя Иисуса Христа. Третье. Чем чаще мы молимся, чем чаще мы находимся в общении с Богом, тем лучше. А как часто и как долго мы должны молиться, я думаю, это каждый решает уже сам для себя. И четвертое. Последнее и очень важное. Молясь, обязательно прощайте тех, кто обидел вас, и миритесь с теми, кого обидели вы. Будьте благословены, растите в молитве, молитесь чаще, и поддерживайте общение с Богом ежедневно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok